Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Знание – сила. Ученики и учителя Байгуловской средней школы Козловского района новый учебный год начали в новом здании. Робот-тренажер. В реабилитационном центре для детей появился современный локомат. Живительная сила. В Чандрово запустили водовод. Ученики и учителя Байгуловской средней школы Козловского района новый учебный год начали в новом здании. Оно рассчитано на 165 детей и оборудовано по всем современным стандартам. Байгуловская школа – вторая по счету. Ученики, которые отмечают новоселье. Накануне открылась школа в новом городе. Это подтверждение того, что образование по-прежнему остается приоритетом и для правительства республики, и для общества в целом. Знание является очень важным элементом для того, чтобы смело шагать по жизни, чтобы достигать, постигать и побеждать, добиваться успехов. Очевидно, полученные в школе знания, их умелое применение в повседневной жизни нам дает возможность делать постоянные успехи, достигать новые горизонты, открывать новые просторы. Новое здание – предмет особой гордости всего Козловского района. Его возвели за два с половиной года. И строители говорят, работалось на объекте, но удивление легко. Поздравляю! С праздником! Дай Бог вам здоровья! Долгих лет жизни! И вот эта школа служила да служила нашим детям и внукам. Спасибо! Байгуловская школа – одна из старейших в Чувашии. В свое время здесь учились известная чувашская писательница и педагог Марфа Трубина, актриса Ольга Ирзем, писатель Иван Вашки. Но впервые за 150 лет ученики и педагоги разместятся в ее стенах с таким комфортом. Замечательный подарок, особенно для первоклассников. В новом здании просторные учебные кабинеты, мастерские, библиотека, актовый зал, столовая. На первом этаже оборудован блок начальных классов, медицинский кабинет. Пристрой отдали дошкольникам. Получился мини-детский сад на 40 человек. Достаточно возможностей и для занятий спортом. Помимо спортивного зала есть стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной площадкой. И очень похоже, что школа станет новым центром общественной жизни во всем сельском поселении. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Павел Иритков. Республика. Образовательная политика в республике стала темой разговора телевизионного моста. На связи с Байгуловым были учебные заведения со всей Чувашии. Участники телемоста сошлись во мнении, что школы в последнее время стали и центрами дополнительного образования. Их материально-техническая база окрепла настолько, что позволяет ребятам дополнительно заниматься наукой, осваивать компьютерные технологии, укреплять здоровье и развиваться творчески. На связь с Рио-главой Чувашей, министром образования республики, по очереди выходили вузы, техникумы, школы. Ректор ЧГУ Андрей Александров был рад поприветствовать своих выпускников – Олега Николаева и Анатолия Аксакова. Должности обоих известны. В Рио-главой республики и депутат Государственной Думы. Какой ваш любимый предмет был в школе? В школе? Математика. В университете был спецсеминар по капиталу Карла Маркса. Потому что я с детства стоял на рынке, продавал все, что вырастили на приусадебном участке, постигал рыночную экономику еще в советское время. А потом, когда начал читать капитал Карла Маркса, это, оказывается, про меня. Как надо зарабатывать деньги, как надо создавать прибавочную стоимость. Первоклассница Каталея Сурьева из столичной 24-й школы очень хочет учиться. В школе красиво, уютно и очень добрые учителя. Я постараюсь учиться на одни пятерки. О начале своей школьной жизни вспомнил и Олег Николаев. Это было в деревне. А вот когда уже вел, конечно же, своего старшего ребенка в первый класс, это было более волнительно. С точки зрения, кем хочешь стать, наверное, были разные этапы. Вот когда мне было, ну, наверное, в возрасте первого класса, я бессомненно отвечал, что хочу быть космонавтом. А когда уже чуть-чуть стал старше, выбрал для себя направление строительства. Поэтому заканчивал сначала строительный техникум, а вот потом уже после армии, Чувашский госуниверситет, экономический факультет. Благодаря новому формату совещания разговор получился увлекательным и разносторонним. В этом году 90-летие отмечает старейший вуз республики – педагогический. Большинство учителей – его выпускники. Оказывается, четверокурсник аграрного университета Алексей Дубровин самолично выращивает картофель. Более тысячи грядок. Антон Лукин из Чебоксарской школы номер 61 очень соскучился по друзьям после долгого перерыва. В этом году я заканчиваю школу, и для меня, как и для других выпускников, стоит крайне важная задача – выбор своей будущей профессии. Я свой выбор уже сделал. Мне очень нравится проектировать здание, чтобы в будущем способствовать развитию и предстанию нашей родной Чувашии. Профессиональное образование теперь получают по новым методикам. Рабочих готовят по стандартам WorldSkills, и это очень повлияло на престиж профессий. В Байгулову были озвучены итоги республиканского марафона именем «Детство во имя детства». Собрано более трех миллионов рублей. Итог встречи подвел в Рио главы Чувашии. О доброте и мужестве говорили сегодня на первых школьных уроках. Вот он, символ нового учебного года. А еще цветы. Свежие и красивые сегодня, завтра они увядают. Уже несколько лет в республике проходит акция «Дети вместо цветов». Родители и дети вместе с учителями отказываются от покупки многочисленных букетов, а сэкономленные средства жертвует благотворительный фонд Анны Чижовой. Когда букетов слишком много, они не помещаются в классе и подчас не знают, что с ними делать. А здесь подарили прекрасный единственный букет и все остальные средства родители перечислили в фонд больных детей. И мне кажется, это правильно. Такая помощь не завянет. В прошлом году в благотворительной акции участвовали более ста классов республики. Конечно, мы рады, что участвуем в этой акции, потому что мы понимаем, как сложно деткам, и мы хотим им помочь. Я хотела бы, чтобы на лицах этих детей было бы побольше улыбок, чтобы они никогда не грустили и чтобы поменьше болели. Мы всегда с вами! Урок мужества в этом году посвящен трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Историки, архивисты, педагоги с ребятами старших классов во многом заново открыли неизвестные страницы истории. Сегодня я узнал очень много про строительство сурско-казанского оборонительного рубежа. Наши завучи учителя поехали, нашли очевидцев и расспросили. Это было очень интересно. Мольшеклассники узнали, в честь каких героев названы некоторые улицы в столице Чувашии. Просветительский проект под патронатом Республиканского союза женщин поддержали во всех школах. Уроки мужества прошли сегодня повсеместно. С Днем Знаний ребят поздравил глава города Чебоксар Евгений Кадышев. Вас, родители дорогие, сегодня очень прошу, те, кто пошел, привел сегодня детей в первый класс, сделайте, пожалуйста, дома маленький праздник. Сделайте, с родителями, с соседями. Позовите и поздравьте своих первоклассников, чтобы они запомнили этот день на всю жизнь. Спасибо, с праздником! Инесса Потапова, Игорь Зверев, Никита Углев, Республика. Чувашия к выборам готова. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров во время визита в Республику. Мы обсудили вопросы подготовки и координации служб, наличие всего необходимого для того, чтобы обеспечить безопасные, с учетом и эпидемиологической ситуации, и тех проблем, с которыми мы столкнулись, легендимные выборы. И все необходимые меры предпринимаются. И я думаю, что выборы пройдут, и граждане смогут свободно и полностью выразить свою волю и свое право на выборы. 13 сентября в Чувашии состоятся выборы главы республики и депутатов в органы местного самоуправления. В этом году из-за коронавируса голосование пройдет в течение трех дней. 11 и 12 сентября все желающие смогут проголосовать досрочно. А 13 сентября в воскресенье останется основным для волеизъявления. В соглашении о сотрудничестве подписали общественная палата, штаб общественного наблюдения на выборах главы Чувашии и Центральная избирательная комиссия республики. Институт общественных наблюдателей уже зарекомендовал себя на предыдущих выборах. В этом году общественная палата Чувашии под своей эгидой предлагает всем политическим движениям объединить силы, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Мы заинтересованы в максимально широком охвате всех заинтересованных в том, чтобы выборы прошли кристально четко, кристально чисто, прозрачно, в условиях конкуренции. Глава Центра избиркома республики Александр Цветков сообщил, что создание штаба выводит проведение избирательного процесса Чувашии на новый уровень. Мы создадим новую независимую структуру, которая будет контролировать ход избирательного процесса, реагировать на нарушения, которые возможны, и, соответственно, внесет свою очень значимую лепту в процесс организации и проведения выборов на территории Чувашской республики. В подписании соглашения приняли участие пять некоммерческих организаций. Чуваш РЕС Совпром, Союз пенсионеров России по Чувашской республике, Чуваша Молодая, Торговая промышленная палата Чувашской республики и Ассоциация юристов России. Они взяли на себя обязательство направить своих представителей для наблюдения за выборами. Присоединиться к штабу смогут все заинтересованные общественные силы, политические партии и граждане республики. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. С возможностями научно-производственного предприятия «Технотрон» по разработке и выпуску сварочного оборудования сегодня ознакомился в РЕО главы Чувашии Олег Николаев. 300-400 миллионов рублей в год объем продаж предприятия. И это при том, что здесь трудятся всего 120 человек. «Технотрон» – предприятие так называемого полного цикла. Это значит, здесь не только производится оборудование, но и разрабатывается, продается, осуществляется технический сервис и обучение. Достаточно тяжело сделать на маленьком диаметре качественный шов. Мы разработали, запустили в производство такие вот сварочные головки, которые сообразные. Вот они сообразные, они отстегиваются. В любом месте трубы надеваются на шов. Вот это фото. Да, да, да. Вот это вот держится. И вот на этой планшайде здесь проволочка подается, вот сама горелка. И она, обращаясь вокруг трубы, формирует сварочный шов. Здесь, будем говорить, уже квалификация к сварщику резко падает. Не нужен сварщик шестого работать. Три четверти помещений, в которых существуют предприятия, в аренде. Руководство «Технотрона» уже дважды обращалось к предыдущим руководителям региона с вопросом о выкупе территории, но безрезультатно. У нас достаточно много форм поддержки на сегодняшний день, как республиканской, так и федеральной, которые направлены как раз на то, чтобы поддержать инновационные предприятия, предприятия, которые осуществляют производственную деятельность. И здесь и то, и другое присутствует. И самое главное, предприятие уже на сегодняшний день находится на достаточно хороших показателях по производительности труда. То есть примерно 3 миллиона рублей на одного работающего. Я думаю, что такие предприятия, несомненно, заслуживают поддержки. И мы обязательно найдем форму и способы поддержать конкретное направление деятельности этого предприятия. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Республика на третьем этапе снятия ограничений. Открылись кафе и торговые центры. Но еще заранее Роспотребнадзор дал свои рекомендации по работе в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Но, как выяснилось, не все их приняли. Оказывается, большинство не заполнили специальную декларацию о работе в период действия режима повышенной готовности. Из 150 торговых центров лишь 10 оформили документ. Заполнить декларацию мы сделали очень удобно, но быстро. Время занимает порядка двух минут. На сайте Минэкономразвития по ссылке можно пройти и решение заполнить в самой короткой. То есть мы убрали заявительный порядок, разрешительный порядок, порядок заявительный. Поэтому процедура, она не занимает много времени, не усилий. Алла Леонидовна, в рамках деятельности рабочей группы и мобильных групп срочно с сегодняшнего дня переориентировать на исполнение вот этого нормы все мобильные группы. В течение двух дней проверить наличие оформленных деклараций, а реестр, я так понимаю, тех, кто оформили, у нас есть, естественно, Крайминской розетки. Их получить, оснастить этими данными все мобильные группы. Глава администрации наших муниципальных образований, здесь вы не должны оставаться на стороне, включитесь. И прямо сегодня-завтра все торговые предприятия, торговые центры и предприятия общественного питания должны быть охвачены вашим вниманием. Еще одно нарушение уже федерального закона выяснилось сразу же после начала работы. Практически повсеместно в кафе и ресторанах курят кальян и электронные сигареты. Такое нарушение влечет за собой серьезные штрафы. Минэкономразвитие поручили подготовить соответствующие нормативные акты и сообщить предпринимателям об ответственности. Подготовка к новому учебному году всегда опустошает семейную казну. А если школьник не один, то затраты двойные. В этом году правительство страны уже дважды поддержало родителей с детьми. А в канун нового учебного года Григо-глава Чуваши решил помочь многодетным семьям подготовиться к школе. И выделил по 5000 рублей на каждого ребенка. Сколько стоит собрать ребенка в школу? В каждом регионе своя цифра. Одежда, обувь, канцелярские товары. Сумма набирается немаленькая. В семье Якимовых из Нового Атлашева растет пятеро детей. Двое ходят в школу. Глава дружного семейства отмечает выплаты за крылья многие покупки. Семья большая, расходов у нас много, поэтому каждому надо что-то покупать. То, что выплаты дали по 5000 старшим, которые в школу ходят, это очень помогло. Мы сразу купили костюмы старшим обоим, купили брюки дополнительные тоже сразу обоим. И там еще помелочи немножко. Это, считаю, очень правильно, хорошая вещь. Нам очень серьезная поддержка для нашей большой семьи. Обратиться за поддержкой можно через социальный портал Чувашской республики, либо через органы социальной защиты. В течение месяца до 1 октября есть возможность обратиться и семьям, которые этого еще не сделали. На эти цели в республике выделили из бюджета около 130 миллионов рублей. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. В реабилитационном центре для детей появился локомат. Роботизированный ортопедический комплекс приобретен благодаря инициативе и поддержке в Рио главы республики Олега Николаева. В чем уникальность тренажера и как он поможет пациентам, расскажет Юлия Важенина. Сейчас Вася уже может ходить. Такая, казалось бы, простая функция доступна не всем. Мальчику 11 из 2 лет он постоянный воспитанник реабилитационного центра для детей. Вася ДЦП. Но благодаря новой роботизированной системе обучения ходьбе локомат, Вася учится ходить правильно. Играя в пылесос. Какое впечатление? Нормально. Мне очень нравится локомат, потому что он помогает тебе нормально ходить. И ты нормально ходишь, и даже не тропись никуда. Научился правильно ходить, наступать правильно на ножку, на пятки. Именно на пятки, чтобы правильно наступал. Потому что у него спастика очень сильная, на цыпочках иногда ходит. Вот робот он учит, как бы правильно ходить. Нравится ему главное. Мне тоже нравится то, что он ходит хорошо. Локомат – это полноценный роботизированный комплекс, который автоматизирует двигательную терапию на беговой дорожке. Автомат повышает эффективность обучения ходьбе после травмы, инсульта и при детском церебральном параличе. За них ходят ортезы. Если нога не функционирует, то есть не слушается, связь с центральным нервом нарушена, то ортез берет на себя 100% функции ходьбы. Если какие-то остаточные двигательные навыки у ребенка есть, ортезы, они немножко снижают свою активность для того, чтобы ребенок сам начал уже ходить и двигательную вооружу своей развивать. Я уже занимался на локомате. Чувствуется изменение в ходьбе. Коленка стала лучше разгибаться. Назначать лечение и работать на таком оборудовании могут только специалисты, прошедшие обучение. В реабилитационном центре таких шестеро. Думаю, что мы тоже станем точкой притяжения для таких деток. И, например, с ПФО даже. Потому что таких деток очень много. И, к сожалению, статистика неутешительна. С каждым годом все их становится больше. Поэтому нуждаться будут очень многие. Всего по всей стране функционирует около 25 таких комплексов. Но в нашей республике появился локомат в усовершенствованной комплектации. Таких в России всего два. И самое главное, что дети у нас могут в ходе плановой реабилитации получать такую услугу бесплатно. Ежегодно курсовую реабилитацию смогут пройти около 150 детей-инвалидов с двигательными нарушениями. Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика. В связи с ограничительными мерами были нарушены графики ремонтных работ на ряде объектов социальной сферы и культуры. Как восстановить прежний темп работы, наверстать упущенные, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Капитальный ремонт необходимо сделать в детских садах, школах, спортивных залах и детских оздоровительных лагерях. Всего привести в порядок нужно 150 объектов социальной сферы. В обновлении нуждаются и некоторые учреждения культуры. В сфере здравоохранения планируется отремонтировать более 100 зданий. Особое внимание детям с ограниченными возможностями. На капитальный ремонт 9 детских лагерей предусмотрено 94,96 миллиона рублей. В настоящее время объявлено аукционом. В рамках программы «Доступная среда» создаются условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных. В образовательных организациях проводится капитальный ремонт здания, ремонт санузлов, санитарно-технических работы. Также проводится установка фангусов и поручни. Ремонт производится в рамках национальных проектов. Олег Николаев поручил главам администрации районов и городов в ежедневном режиме контролировать ситуацию. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Долгожданная вода. Централизованное водоснабжение дошло до деревни Чандрово. Частью города она стала больше 10 лет назад. И только сейчас ее жители почувствовали себя полноценными горожанами, современными благами цивилизации. Оф, югайка пошла, да? Да, пошла водичка. А были проблемы с водой? Да, были. Когда засуху, воды на полив не хватало. Сейчас нормально течет, все нормально. Не раз пропадал урожай, когда воды в скважинах не хватало даже на то, чтобы помыться. Зато теперь хоть душ принимай, хоть ванну, шутят жители Чандрово. Кто-то там с водой, кто-то без воды. Особенно в летнее время там и огороды надо поливать, и кому-то и в баню охота. Воды нет. Без воды мы очень плохо было. Начиная с... Напора нет. Да, напора нет. Да, там капли или вообще не бывало воды. А сейчас нормальная вода. Давление нормально, хорошее. На решение водного вопроса ушло немалых 10 лет. После засухи 2010-го уровень подземных вод упал в разы, а поселок стал развиваться. В более глубокой скважине вода оказалась непригодной для питья. На создание проекта водопроводной сети по инициативе водоканала, прохождение экспертизы и поиск финансирования ушли годы. В 2018 году был объявлен конкурс. Значит, и чистая вода, программа федеральная, да, мы в нее, с учетом того, что Министерство строительства Чувашской республики, администрация города, этот проект смогла включить в эту программу. И мы в 2018 году поняли, что мы вошли в этот проект с этой программой. И все-таки, наконец-то, будем строить. Протяженность магистрального водопровода почти 8 километров. Она соединена с Чебоксарской сетью. Поэтому и качество, и напор здесь на городском уровне. Это уже оценили около полутора тысяч жителей Чандрова. При этом есть возможность подключать и новые дома к централизованному водоснабжению. На следующий год мы планируем возобновить строительство водовода Шимушинского-Батровского водовода, с тем, чтобы жители трех районов, а это примерно 61 тысяча жителей Чувашской республики, смогли получить также качественную воду. Достаточно большая работа сейчас ведется по АллатРам и Бресям, ну и, естественно, по городу Шумерля. Таким образом, если мы все эти объекты решим, а их мы решим буквально в ближайшие год-два, то, в принципе, в целом, самые такие проблемные зоны в Чувашской республике по обеспечению чистой качественной питьевой водой, они будут решены. Продукция сыровара из Чувашии завоевала сразу четыре награды в конкурсе «Лучший сыр России». Всего было представлено более 700 образцов от сыроваров страны. Оценивали их эксперты молочной отрасли из России, Швейцарии, Франции и Италии. Сыр «Банон», который производит Ольга Кошелева из Чувашии, завоевал золото. Были отмечены камамбер, валанса и сорт «Пьяная коза». Всего Ольга Кошелева производит более 15 видов сыров из козьего молока и даже конфеты из крафтового сыра. Это главные новости вторника. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова